Рязанская команда «Коловрат» победила в московском этапе битвы роботов 2016. Теперь ребята прошли в суперфинал и в декабре поборются за приз в 5 миллионов рублей. Робот «Коловрат» имеет ряд преимуществ перед другими машинами. Он очень низкий и оружие противников порой не достает до него. К тому же он очень устойчивый. Состоит робот из металлического профиля, рама 20 на 40, толщина стенки 2 миллиметра. Стоят маршевые двигатели от электроусилителя автомобиля. В качестве оружия используется барабан с шипами, который приводится с помощью электростартера от автомобиля. Молодые ребята, преподающие в Рязанской роботошколе, летом 2015 года решили создать своего первого робота для участия в битве. Сейчас у них 4 машины и 4 команды, выступающие на всероссийском турнире. Почему мы решили участвовать? Основная цель не деньги, а то, что это новый вид соревнований. Никогда такого не было. В основном все соревнования – это у кого лучше интеллект робота, кто лучше напишет программу. Нужно перемещать какие-то предметы, находить себя на карте. Такие задачи. А здесь контактные бои. Здесь именно кто кого сможет механически разорвать, уничтожить. Совсем другие нагрузки, совсем другие типы двигателей, электроники. Вообще другое направление. Оно очень интересно с точки зрения механики. Создание даже одного такого робота – дело затратное. К примеру, робот-победитель московского этапа стоит примерно 60 тысяч рублей. Для создания первой машины робототехникам был выделен грант. Организатор битвы роботов, один из главных организаторов – это Московский технологический институт, который выделяет небольшие гранты командам как раз-таки тоже на создание этого робота. Мы получили грант, у нас уже были наработки. Сейчас команда «Коловрат» планирует новые вложения в своего робота. Помимо вращающегося барабана, на нем появится механизм, позволяющий переворачивать соперника. Сейчас мы, как уже было сказано, прошли финал, получили сертификат от главного спонсора 100 тысяч рублей, который планируем потратить на частичное восстановление робота и его модернизацию. По правилам битвы роботов, один бой продолжается три минуты. Победителем считается та машина, которая нанесла больше ударов, причинивших урон сопернику. Или же та команда, которую полностью обездвижила робота-противника. Антон Маликов представлял еще одну рязанскую команду «Технотон». Его робот столкнулся с большими трудностями в борьбе с одним из фаворитов соревнования. Он раскрошил нас практически полностью, он практически разорвал нам раму пополам. Единственное, что мы пытались сделать, это поворачиваться к нему каждый раз новым боком для удара. Мало ли, он нанесет сам себе какое-нибудь повреждение, когда будет нас бить. И вы не поверите, тактика сработала. Детали рязанского робота настолько раскрошились, что попали в двигатель сопернику, который из-за этого вышел из строя в следующем состязании с нашей же рязанской командой. Вот таким образом мы выбили главного фаворита, правда, полным уничтожением своего робота. Стоит отметить неоспоримую зрелищность подобных состязаний. Уже сейчас они собирают по 4000 человек, при том, что такие турниры впервые начинают проходить в России. За границей они хорошо развиты, и русские ребята берут оттуда некоторые примеры оружия, формы и деталей роботов.